Приветствую вас! Вы знаете, мне кажется, что первая и основная проблема, которая видится мне в данном конкретном случае, это то, что вы живете на расстоянии в разных городах. То есть вы по сути не можете устраивать такие полноценные, независимые, свободные, спокойные, равномерные отношения, в которых вы бы чувствовали себя защищенными, в которых вы чувствовали бы себя лучше. Мне кажется, что в данном контексте речь идет именно об этом. То есть вот почему тогда вы выбрали такой тип отношений, в которых вы на расстоянии находитесь. Это, конечно, очень сильно осложняет свою историю, очень сильно осложняет ситуацию, очень сильно осложняет то, что происходит между вами. Вот, потому что на расстоянии очень сильно повышается неуверенность в себе, поэтому мне кажется, что первым, что нужно сделать, это определить для вас обоих, сколько еще отношений будут на расстоянии. Потому что если что-то делать, то делать можно только в том случае, если вы будете именно вместе. Вот, если вы вместе не будете, то на самом деле, ну, мне кажется, просто, просто, что будут проблемы у вас. Это первое. Второе, мне не очень понятно, если вы пишете, что фактически уже расстались, да, то как бы, как вы хотите отношения обратно реализовывать, если вы фактически уже расстались. То есть, вот, для меня этот момент, он такой, ну, не очень понятный, не очень, не очень я его вижу, да. Вы пишете, он, по крайней мере, говорит, что любит, но отношений у нас нет. Что я не хочу отношений с моим поведением довелать ситуацию до этого. Понимаете? Вот вы говорите, что он, с одной стороны, он прав. Он-то может быть и прав. Только тонкость вся в том, что даже несмотря на то, что он может быть прав, может быть, не смотря на это, он изначально принял вас такой, какая вы есть. То есть, такой эмоциональный, такой, вот, срывающийся. И здесь не очень понятно, что изменилось, почему он перестал вас такой принимать. Дальше. Значит, я очень эмоциональный, когда мне что-то не нравится, сначала замыкаюсь, терплю, потом срываюсь. А для чего замыкаюсь, почему терпите, то есть, как бы это, получается, идёт некое обесценивание того, что вы чувствуете, некое, вот, непринятие того, что вам не нравится, и, соответственно, ну, соответственно, после этого вы терпите, 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 и потом, получается, разрешаете себе, выразить свои чувства только, когда всё припекло, да, вы разрешаете себе выразить свои эмоции только тогда, когда, вот, собственно, уже не получается больше их, как бы, скрываются, да, вот, то есть, тут нужно исследовать, почему вы замыкаетесь, почему вы терпите, и что происходит, когда вы срываетесь. Я думаю, что работа с эмоциональным интеллектом здесь вам поможет. Итак, раз за разом. Ну, правильно, если с этим ничего не делать, то, конечно, будет раз за разом. А прямо сказать мне не нравится не могу по разным причинам, мне хочется ссор по-наловчам, а почему вы считаете, что, если вы скажете, что вам не нравится будет ссора? Ссоры участвуют оба человека. Здесь получается, что вы ответственности за ссору не несёте свою ответственность. Иногда потому что знают, что это будет использование против меня или проигнорировано. Опять же, здесь я не думаю, что что-то можно использовать против вас, что-то можно использовать против вас, если вы сами это принимаете на 100%, то есть нельзя просто взять и что-то использовать против вас. Дальше, например, Ян, не кричи, пожалуйста, в разговоре со мной, мне нравится, когда повышаешь голос в такие минуты, я теряюсь. Если хочешь решить вопрос, значит, впечатливый, то поговори со мной спокойным тоном. Ну, здесь у вас как бы идёт полуобвинение, то есть задачки хороши, но полуобвинение есть у вас здесь. Дальше, вы, значит, пишете ответ, я не робот, у меня есть чувства, учись, слышишь эмоции, а слова, почему ты живёшь эмоциями. Ну, то есть пусть, по сути, человек вас также обвиняет в чём-то, да. Далее, другой пример. Через час я должна обещать на поезд, звоню-ка от него, проблемы с гостинцей. Так, здесь человек, по сути, истерит. И то, что вы описываете, это очень похоже на эмоциональность, даже не эмоциональность, а на то, что его тяготят определённые вещи в вашей, собственно говоря, жизни, да. В вашей совместной жизни, то есть ему всё это тяжело даётся, вот. И, как бы, вот это вот, то есть ему это в тягость, да, с одной стороны. С другой стороны, он не уверен в себе, то есть он не уверен в том, что он делает. Он делает это через, вот, какой-то, ну, через какую-то силу воли, да, через волевое проявление. Вот, поэтому момент здесь такой, чтобы вы, ещё раз, вот определились, что так отношения в долгосрочной перспективе строить нельзя, не на расстоянии, да. Вот, дальше, вы пишите, блин, ну, раз, это можно вытерпеть, второй, на третий же будет срыв, если вы страчиваете нас, то я бы сказал, что это не совсем понятно, да. То есть, ну, не совсем понятно, что вы имеете в виду, потому что, ну, что значит будет срыв, срыв у кого, у него или у вас, вот. Вот, если вы приехали к нему, несмотря на то, что он не хотел, допустим, чтобы вы приезжали, то это, это вопрос, опять же, к вам больше. Насколько вы свободны были при, ну, при принятии решения об этом. Понимаете, какая штука. Вот. Так что, если вы приезжаете к нему, несмотря на его истерики, преодолевая себя через силу, то да, будет срыв. Так, а, это же не совсем естественное поведение, это же не совсем аутентичное поведение, это же не совсем ваше поведение. Вот. Дальше, так, значит, второе, на третьем срыв он происходит, у кого, да. Невозможный раз за разом случай, ты меня не любишь, ты меня не понимаешь, меня никто никогда не понимал, ты такая, как все, тебе, я-то и не нужен. Ну, почему невозможно, опять же, если молодой человек таким был изначально, то вполне возможно. Другой вопрос, что вы перестали его принимать, или другой вопрос, что вас это как-то задевает, это уже другой вопрос. Но с этим вполне можно, как бы, существовать. Дальше, я не понимаю, что делаю не так, не понимаю, что он хочет сказать этими словами, но он хочет этими словами сказать, что он сомневается в себе. Но вас это не особо волнует, вы не можете его услышать, потому что боитесь или подозреваете, что сами делаете что-то не так. Ну, я так, я так думаю. Подобных моментов много, кажется, что проще расстаться, но я же понимаю, что это и будет бег за проблем, есть же способ наладить отношения, найти взаимопонимание. Способы, конечно, есть, но для этого нужно желание двух людей. Если у вашего мужчины нет желания, то, возможно, способ наладить отношения и нет. С другой стороны, если вы измените своё поведение, сделаете его более уверенным, более направленным, более твёрдым, более ориентированным на то, что вам нужно. Если вы не будете решать свои какие-то проблемы за счёт молодого человека, то вполне всё может улучшиться. Но нужен ли вам в этом случае будет молодой человек, большой вопрос. Дальше. Так, ему кажется, что я глуха к нему, к его проблемам, тоже могу сказать и я о нём. Да, это так, очевидно, и связано это, опять же, с тем, что, вероятно, вероятно, каждый из вас хочет решить проблемы, хочет решать проблемы, точнее, за счёт другого человека. Я думаю, что, как бы, такая вот история. Дальше. Решить эту проблему мы не можем. Обратиться к специалисту тоже, для него это предательство. То есть сейчас, по сути, вы его предаёте. Что будет, если он узнает, что вы обращаетесь к специалисту, да? Отношения и проблемы не знали только наши проблемы, не надо никому о них рассказывать. Я понимаю, что сами не справимся. Ну да, вы правы, пока вы решаете свои проблемы за счёт молодого человека, да, не справимся, это так. Мне точно нужна помощь, всегда это странная, ведь я эмоционирую, делаю ошибки, не понимаю где. Ну, эмоционируйте вы, если вы, по-моему, за того, что пытаетесь стрельба спать. Правильно. Правильно. Эмоционируйте вы, потому что от себя обвиняете, как сказал мой коллега Гудрык-Гудрыщов Игорь Леонидович. Ну вот. А что касается того, чтобы делать ошибку, так все делают ошибки. Вопрос в том, какие выводы вы делаете из этого. Помогите разобраться с ситуацией. Задача сохранить и наладить отношения, найти взаимное понимание и усыновить доверие. Тактика избегания проблем, терпения и умалчивания не работает. Ну, разобраться в ситуации, в какой, Елена, в какой ситуации вам помочь разобраться нужно. Собственно, вопрос к вам у меня. То есть, в какой ситуации вы хотите разобраться? В себе одно дело. В гармонизации отношений с ним другое дело. В какой ситуации? Вы привели примеры. Свои примеры. Из своей жизни, да? Вы привели примеры. И в принципе, в принципе, эти примеры, они, ну, хорошие, нехорошие эти примеры. Но они не показывают сути проблемы, которая заключается в том, что вы не такая, какая вы есть. Что вы из себя не принимаете, что вы не искренне с собой и не искренне с ним. Что вы замыкаетесь, что вы терпите, пошлите обесцениваете себя. И поэтому, и поэтому для вас невозможно принять молодого человека, у которого тоже есть проблемы. И коли вы обращаетесь к нам, коли вы обращаетесь к нам, то речь идет о том, чтобы вам постараться помочь в этом вопросе. То есть, я имею ввиду, постараться решить свои проблемы, но не за счет молодого человека, а просто. Вот. Потому что... По-другому у вас, я боюсь, не получится. Вот. Ну и, собственно, понимаете, как я уже говорил, на расстоянии существует всегда угроза того, что отношения не сложат. Элементарно не сложат. То есть. Есть угроза, есть неуверенность партнера в себе, и подобная проблематика, она существует. Поэтому, вот, отношения на расстоянии корректировать, это весьма такое эфемерное занятие, да? Дело не в том, чтобы нагладить отношения, дело, чтобы ваша личность привести в единение с самой собой. И тогда, мне кажется, вы сможете уже понять для себя, нужен ли вам такой, например, мужчина, нужен ли вам такой, например, человек, да, или нет. Вот, в принципе, такой можно вам дать ответ на вопросы, которые вы задаете. Вот. В целом, в целом, вы очень похожи на людей, которые боятся близости. Оба, что вы боитесь близости, что он боится близости. В целом, вы очень похожи на людей, которые абсолютно не ограничивают ответственность. Где моя ответственность, где ответственность другого человека. В целом, вы похожи на людей, которые не чувствуют себя в безопасности. То есть, не защищены, не чувствуют себя защищенными, вот, и я скажу, наверное, сейчас грубо, но есть ощущение, что вы друг для друга просто костылить, то есть, вот, вы костыль для мужчины, он костыль для вас, все, приехали, все занавес, все круто, вот, не обязательно, не обязательно плохо это, не обязательно плохо, то, что вы говорите, ни в коем случае не обязательно плохо. Но, видите, не получается, иногда, иногда люди, которые пытаются решить свои проблемы за счет других, они, ну, иногда могут, могут быть хорошие отношения, но не в вашем случае, потому что, по факту, то, что говорит вам ваш молодой человек, вы воспринимаете на свой счет, в этом большая проблема, по сути, вот, поэтому я думаю, что такая вот история, я думаю, что такой, можно вам дать ответ, а, я думаю, что, ну, примерно, так вам, я мог бы вам ответить. На этом все, я надеюсь, что он помог, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.